Девушки отдыхают Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Леонид Марголин и Алиса Селезнева. Сегодня в программе. Спортивное новоселье. За стенами футбольной арены открытия. Подарок инкогнито. Известен только адресат. Осенняя кулинария. Готовим русские грибы на итальянский лад. Праздник смеха. На цветном карнавале у Славы Полунина. Сегодня я покажу тебе самый короткий путь к сердцу мужчины. Леонид, мне кажется, я его уже знаю. Все девочки, всем давно известно, что путь к сердцу мужчины всегда лежит через его желудок. Нет, ну это окольными путями. А самый короткий путь к сердцу мужчины лежит через северную трибуну. Да. И находится он прямо здесь. Это самый новый стадион в Москве. Это? Да. Это стадион Спартака. Команде 92 года. И только сейчас у них появился свой стадион. Место, где они могут принимать другие команды. В общем, это их дом. 92 года ютиться по съемным квартирам. Жить где-то у друзей. Да, нелегко пришлось все-таки футболистам и фанатам. И при этом Спартак много раз становился чемпионом СССР и чемпионом России. Кто же спорит? Кто же спорит? ...двухсот метров, что является уникальным не только в спортивных сооружениях, но и вообще в мировой практике. Но главное на стадионе – это все же футбольное поле. А вернее, газон, который необходимо ежедневно подравнивать и поливать. Это поле сделали по принципу пола с подогревом. Под настил с газоном провели тепловые трубы. И теперь нашим футболистам не помешают никакие заморозки. С подогревом, с подогревом и с приемом дождевой водички все сделано как положено. То есть вот были ливни, поле было сухое. Если театр начинается с вешалки, то спортивный стадион непременно с грамотного фейс-контроля. Как только болельщик входит в двери комплекса, опытный охранник тут же определяет, в какой сектор и на какие места посадить человека. Болельщики «Спартака» занимают северную трибуну. Места для семейного просмотра находятся на восточной трибуне. Ну и что интересного тут? Эти бегают, этим забивают. Этот вон лег вообще, лежит на траве и валяется. Да ты ничего не понимаешь, а? Ну посмотри, вон, посмотри на там у Белобруса. Ну вижу, Белобруса. Пронежу, да? Ну, знаешь, сколько стоит? Сколько? 30 миллионов. Ле, ну переплатили же, а? Ну как такие деньги-то, ну? А вон того видишь? Вижу. А его за 50 миллионов продают. Да ладно. Женат? Не, не женат. Оксанке надо сказать. А вот этот кто? Вот этот вот в белых трусах такой. Вон ходит. А это сторож. А вон тот бегает, смотри, бегает. Разминается. Да, разминается. Он месяц назад с тренером поссорился, и теперь каждую игру вот здесь сидит. А где тренер-то сам? Тренер? Да вон такой, смотри, маленький. Так он же толстый, Леон. Нет, это же тренер, это тренер. Слушай, как все интересно. Да, вот это интересно, вот это футбол, понимаешь, это интрига. Ну вот это я готова. Когда посмотрим, где? Да здесь. Здесь. Открытие арена. Отдельная трибуна есть и для людей, у кого на шее шарф не Спартака, а, например, Зенита или Динамо. Болельщиков других команд сажают в западный сектор, оборудованный так, чтобы спортивная борьба не перешла в рукопашную. Как же на этом стадионе все продумано. Вот такие толстенные стекла здесь не случайно, для того, чтобы фанаты одной команды не слышали оскорбления от другой команды. Что вы там говорите? Что вы говорите? А, я авантюристка. Красивая очень. А, они твоя. Съел? Ту-ту. На-ка, получи. А сейчас фаталити. Подожди, сейчас, секундочку. Собак. Сделали так, чтобы исключить всякие инциденты. Вот, поэтому и выходы, и кассы, вот, и выходы даже к метро сделаны таким образом, что независимые. Ну, а для любителей поболеть с комфортом построили вип-места. Здесь и кресло помягче, и вид получше. Места в ложе отнюдь не бюджетные. Но, как выяснилось, ценой российского болельщика не испугать. Лёня! Да. Это же целая квартира, Лёня. Здесь есть ванная, здесь есть кухня. Боже, здесь огромный холм. Да. Боже, здесь можно разместиться огромной компанией. Да. Как здесь красиво. Это что? Это балкон? Это балкон. Давай пройдём на балкон, скорее. Вот это я понимаю. Весь стадион. Лёня, как на ладони. Нужен гол! Давай, забивай! Присаживайся. Боже мой, Лёня. Вот отсюда открывается вид на миллион. Но, знаешь, не всегда этот миллион есть в кармане. Ну, извините. Поэтому можно просто уютненько вместе сесть рядом с телевизором. Да? Если смотреть футбол не на стадионе, то только с помощью вот такого телевизора. Это интересно почему? В чём фишка-то? Это Sony Bravia серии X9. Телевизор с разрешением 4К. Это разрешение в 4 раза более чёткое, чем Full HD. Кстати, ключевые матчи чемпионата мира по футболу в этом году впервые были сняты официальным партнёром FIFA компании Sony в формате 4К. И насладиться ими можно с помощью телевизора, который обеспечивает этот уникальный и продвинутый формат. Это, конечно же, здорово, но далеко не все соревнования и даже фильмы доступны в этом формате. А вот здесь ты зришь в корень. Мощный процессор телевизора Sony Bravia улучшает стандартное изображение Full HD и повышает его качество до 4К. А вот это по-настоящему круто. Нет, ну ты посмотри, как хорошо видны имена игроков. Да, отличное изображение, видна каждая травинка. А посмотри, какого она сочного цвета. Благодаря технологии 3Luminos Sony Bravia обеспечивает насыщенные и естественные цвета. Из всего увиденного можно сделать вывод. Главный на стадионе даже не спортсмен, а болельщик. Ведь ради комфорта болельщика с самого утра все тщательно убирают, проверяют и подготавливают. А футбольные фанаты, известное дело, люди благодарные. И на ответные эмоции не скупятся. Парни, мы так никогда не станем чемпионами России по футболу. Вы привезли ей 4 гола. И это в первом тайме. А я же не буфон. Но она не буфон. Ну нет, я так никогда не научусь играть в футбол. Я останусь одна, мне никогда не завести мужчину. Ты будешь меня содержать. Ну, чтобы встретить мужчину, не обязательно уметь играть в футбол. Да и вообще, пенальти – это лотерея. Как магазин чего-то? Как магазин чего? Магазин чего-то. Лень, чтобы покорить женщину, надо прежде всего научиться ее слушать. А я опять ржу-то. Ну, хватит ржать над ней. Давайте, идите во втором тайме и всех порвите. Я в вас верю. Подарочные карты, сертификаты в магазины сертификатов, виртуальные виш-листы – все это лишило обитателей мегаполисов права на сюрприз. Студенты МГУ и начинающие предприниматели Александр Крымский и Василий Лихой решили бросить вызов скучной праздничной индустрии. У нас не магазин подарков, а магазин чего-то. Да, не магазин подарков, а магазин чего-то. И главное отличие в том, что заказываешь что-то, неизвестно что. И, соответственно, ни получатель, ни даритель не знает, что он заказывает. Что-то нужное, не очень дорогое, но обязательно прикольное. Долго разыскивали или хотели получить в подарок по поводу и без большинство москвичей. Теперь им совсем не обязательно решать, что это будет конкретно. Мы называем это что-то. Что-то склоняется от чего-то. Некоторые так сжато говорят, я заказывал у вас там чего-то. Вот, поэтому, нет, мы называем это что-то. Что-то можно заказать на одноименном сайте. А если под рукой не окажется интернета, то и по телефону. Человек просто заходит на сайт, оставляет заказ, выбирает галочку. Какая цена у подарка, пишет адрес, если хочет какой-то комментарий по поводу получателя. При отправке заказа важно указать только описание получателя. Его пол, возраст и увлечение. Даже личное присутствие дарителя на выборе чего-то никак не отразится. А что это хотя бы будет? Это будет что-то съедобное? Это секрет. Это будет секрет. Но это может быть что-то нужное ей? Если в комментариях указывают, что это практично, то давай будет практично. Да, давайте. Чтобы было практично. Хорошо. И пусть это будет еще для девочки. Для девочки, да, мы же указали, что это Эли, поэтому мы автоматически поняли, что нам нужно что-то для девочки. Идею проекта с подарками-сюрпризами ребята подсмотрели в США, где тоже продавали что-то иногда дороже, чем было заплачено. То есть это как лотерея была некая. У нас совсем по-другому. У нас три цены, и все входит в подарок. То есть стоимость подарка определяется ценой, которую платит даритель. То есть 500 тысяч или полторы тысячи рублей. Кстати, у магазина чего-то нет конкретного где-то. Зато и аренда помещения никак на качестве сюрприза не сказывается. Да, там несложно запутаться куда-то, кто-то, кому-то, чего-то. Вот это, в принципе, весь бизнес-процесс, который происходит. Секретность подарков сохраняется даже в социальных сетях. Если чего-то искать по хэштегам получателей, отобразятся только фото запакованных коробочек. Информация о дарителе раскрывается только в экстренных случаях. Женщине пришел подарок, и там, ну, она не знала, от кого он пришел. Она как бы замужняя женщина. И ее муж очень сильно расстроился от того, что у нее есть какой-то поклонник. И она позвонила и сказала, скажите, пожалуйста, от кого это, потому что у нас здесь семейный скандал. Нам пришлось сказать, хотя обычно мы не выдаем. И причем она сказала, что она не знает этого человека. Мы не знаем, чем все закончилось. Развелись они или жили долго и счастливо. За полгода работы магазина его основатели обросли кучей историй своих клиентов и увидели сотни столичных офисов. И сегодня в среднем за месяц уже около ста человек получают что-то. У нас будет скоро подписка. То есть человек может получать сюрпризы с определенной периодичностью и оплачивает абонемент на три месяца, на год. То есть можно устраивать своеобразный Новый год, не знаю, раз в месяц, например, или раз в неделю. Удивительно, но оказалось, что многие клиенты заказывают сюрпризы даже сами себе. Ведь только так они смогут открыть заветную коробочку и достать чего-то. Это вам что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лень, а я тебе хочу сделать сюрприз. Сюрприз, ну. Ну-ка давай угадай, на А начинается, на абонемент заканчивается. А, астрабонемент, нет, абонемент. Ты хочешь подарить мне абонемент? Да, 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 ну-ка угадай, в какой руке. Угадай, все, по-честному. Ага, вливый. Опа! Ленька, это тебе яблоко. Ешь его, расти большим, сильным, богатым. И сам себе купи обонимет. Ну, мне все равно приятно. Ты права. Пусть сердце мужчины лежит через его желудок. Путь к сердцу женщины на самом деле тоже. Лень, нам по пути с тобой. А знаешь, почему у меня больше? Почему? А потому что я красивый. А-а-а! Шеф-повар Игорь Шурупов уже 15 лет готовит для соотечественников итальянские блюда. С каждым годом число поклонников этой национальной кухни становится все больше. Привет! Привет! Игорь Владимирович, вот у нас сегодня банкет. Мы сегодня справимся? Мы сегодня 40 человек? Да, да, да. Хоть 150. Отлично. Спасибо. Лена, привет. Здравствуйте. Привет. Смотри. Сегодня десертика один сделаем с тобой. Один из плюсов итальянской кухни – это довольно простой набор ингредиентов. Никаких лягушачьих лапок или экзотических фруктов. Единственное условие – все продукты должны быть качественными и свежими. Вот и сейчас на столе перед поваром свежесобранные подмосковные грибы. Как выяснилось, наши родные лисички и белые умудряются расти еще и в итальянских лесах. Ну, лисички очень активно используются в итальянской и французской кухне. Шантрель, так называемые. Потом белые грибы – это парчини. Но весь мир известный, они даже больше, как парчини, потому что… Вот, и они растут, в принципе, на севере Италии очень много. Сегодня Игорь приготовит два простых, но очень вкусных сезонных блюда. Мы запечем молодой картофель с оливковым маслом, с крупной морской солью и зеленью. И мы сделаем ризотто. Ризотто будет простой совершенно, только лук, пармезан и рис. Все, больше ничего. Для того, что у нас… Потому что у нас главный вкус сегодня – это грибы. А вот эти блюда, они как бы только должны подчеркнуть. То есть у них будет нежный, нейтральный вкус, который подчеркнет вкус грибов. Игорь, как настоящий мастер своего дела, одновременно готовит два блюда. Сперва нарезает молодой картофель крупными дольками. Нежим на сегменты, кожуру оставляем. Вот такие поменьше, которые можно на 1-2 части, допустим, разрезать. Картофель заливает оливковым маслом, перемешивает с крупной морской солью и зеленью. И отправляет в духовку. Пока наша картошка как бы запекается, мы сейчас приготовим грибы. То есть, ну, рагу или фрикассе по-другому. Грибы также режет крупно. Всего на 4 порции Игорю хватит полкилограмма грибов. Тем временем в сотейнике греется масло. В него повар добавляет ветку розмарина и базилика. Бокал сухого белого дополнит вкус грибного рагу и повысит общий тонус, разумеется. Наконец, пришло время ризотто. Как и русскую кашу, итальянское ризотто маслом не испортишь. Я добавляю еще немного сливочного масла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. До связанных монстров уже давно прижились под открытым небом Барселоны, Венеции, Парижа и Берлина. Этой осенью экстравагантные парады облюбовали и московские площадки. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Это место не для того, чтобы посмотреть на что-то, а потому что стать чем-то. То есть это место для пробуждения творческого начала внутри человека. Чтобы зрители не запутались в разных направлениях эстрадного искусства, участники уличного праздника разбиваются по цветам. Для мимов традиционно белый, жонглёрам и эквилибристам красный, поэтам розовый. Я плохой, я плохой, я плохой, я ужасно, ужасно плохой. По замыслу маскарада, цветовая палитра артистов символична и отражает характер жанра, который они представляют. Мне кажется, улыбки людей, смех, радость – это везде, во всех странах, в любой стране мира люди начинают улыбаться, обниматься, здороваться, веселиться. Возможно, философский смысл деления артистов по разным цветам не стал до конца очевиден столичной публике. Но вписаться в атмосферу настоящей цирковой вечеринки москвичам вполне удалось. Апа, рыцарский плащ. Отлично. Вот сюда руку можно. Сейчас. Ага, я буду этим. Во, да, всё. Пожалуйста, фиолетовую. Держите. Хочу шляпу. Нет, всё, больше ничего нет. Держите только вот это, сейчас и этого ничего не будет, быстрее берите. В Европе даже обычные зрители хотят ощущать себя частью перформанса. Поэтому они заранее приобретают или берут на прокат костюмы для себя. В России культура уличных маскарадов только набирает обороты. Поэтому с нарядами гостям помогают организаторы праздника. Пусть все будут нарядными, пусть они все почувствуют, как они изменились. И вот на этом изменении попробуют быть другими. Лучше, добрее, радостнее. Что-то дать другим, своим детям, окружающим. И понять, что через то, что они отдают, это тоже они получают радость. Приодевшись в маскарадные костюмы из цветной бумаги, жители столицы веселятся в цирковом параде не хуже опытных европейцев. Скорее всего, уже в следующем году многие придут на уличный праздник в собственных сценических нарядах. Быть своим среди артистов манежа москвичам оказалось по вкусу. Все домой, хватит! Все, потом. До завтра! Все домой! До завтра! Все к вам домой! Не-не-не, у меня нету, да! Ну все, Лень, пошли. Ну нет, нет, ну... Ну что нет? Ну мы же отснялись везде, Лень! Я еще не загадал желание, дотронувшись до памятника, который стоит на стадионе. Нет такой приметы. Есть такая примета. Ну ты что, суверный, что ли? Абканка, концу. Сейчас, секунду. Хорошо, только скажи, с вами были Алиса Селезнева и Леонид Маргулин. Увидимся следующим утром. Хорошо. С вами были Алиса Селезнева и Леонид Марголин. Увидимся следующим утром. Все, загадал. Пошли. Пойдем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!